Как же все-таки научиться магии, экстрасенсорике, колдовству и всему остальному, да? Ну что, уже все там? Возбудились? Так вот, теперь давайте поговорим. Смотрите, каждый из вас с чем-то мистическим сталкивался, правда? Вот вы же и это видео смотрите неспроста. В целом, вы уже неспроста меня даже слушаете. Знаете одно, что невозможно научиться колдовскому ремеслу. Объясняю почему. Вот вы должны для себя четко понимать, что вы хотите из этого иметь. Вы хотите денег? Вы хотите приемы вести? Что вы желаете? Ну, вероятнее всего, вы, наверное, думаете, хочу бабла, да? Хочу вот рубить бабло, не работать на заводе, ничего. Хочу вот гадать направо и налево, всем заниматься и всем остальным. Вот слушайте, я вот так, например, не мыслю. Вот у меня до этого был бизнес, да, в Украине. Все знают об этом прекрасно, эту историю. Он на сотни тысяч долларов был бизнес. И это все сгорело в один момент. Поэтому я состоятельный человек и сразу говорю о том, что я в магию пришел не для заработка, а в первую очередь для удовольствия, для компенсации своего удовольствия. У меня своя какая-то цель. Цель не в зарабатывании бабла, бабла, бабла. Нет, не эта цель. И у вас должна быть такая же цель, какая-то подобная. Не нужно идти ради денег. Деньги вы можете заработать по-другому. Вы должны понять, чего вы хотите от этой жизни в целом. Далее вы должны почувствовать себе способности. Вот знаете, что сила сама выбирает человека. Она выбирает в разных жизненных обстоятельствах. По-другому не бывает. Вот не будет так, что одним днем вы начнете видеть. Нет. Хотя можно сделать это. Да, можно подселить в человека демона, и он будет его пиздеть через его рот. Это можно сделать. Но это подселение, это никакого отношения к способностям не имеет. Нужно еще научиться контролировать и все остальное. Следующее. Вы должны в себя поверить. Вот вы должны четко поверить в то, что вы особенный. Что вы тот самый единственный, который был избран, и что именно в вас есть какой-то потенциал, какая-то сила. Сила, которая движет вами. Вы знаете, что эти руки могут делать что-то особенное, что-то нестандартное, нетипичное, не то, как у всех. При этом сила сама заводит и выбирает каждого. Друзья, вот знаете одно, что для того, чтобы практиковать, когда вы поверите в себя, нужно заставить окружение мыслить так же, как и вы. Потому что только после этого вы увидите результат. Все. Спасибо.